У каждой хозяйки свой правильный борщ, а я покажу свой правильный борщ. Ну что, приступим? Для его приготовления нам требуется сварить бульон. Пока бульон варится, нашимкуем капусту, картофель помоем, почистим и нарежем на небольшие кубики или дольки. Свеклу помоем, очистим и будем натирать на терке. Для того, чтобы наши руки не окрасились, их нужно смазать растительным маслом. Свеклу натираю на крупной терке. Ее можно также нарезать на небольшие дольки. Подготовленный стекл свеклу выкладываю на сковородку с разогретым растительным маслом и буду тушить до готовности в течение 5-7 минут на среднем огне. В процессе тушения добавлю 2 столовых ложки столового уксуса 9%, столовую ложку сахара и 2 столовых ложки томатной пасты. Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту или лимонный сок. Уксус сохраняет цвет свеклы в процессе тушения. И тогда наш борщ получается яркого, насыщенного цвета. Вместо томатной пасты тоже можно взять томатный кетчуп, томатный сок или помидоры в собственном соку. Пока наши свеклы тушатся, займусь зажаркой из моркови и лука. Подготовленный лук порежу на небольшие дольки. Морковь почистить и порезать или же натереть на крупной терке. У меня морковь замороженная. На сковородку с разогретым растительным маслом выкладываю лук и морковь. Морковь выкладываю прям не размораживая. И буду жарить до готовности. Ага, наш бульон сварился. Бульон, кстати говоря, вкуснее всего получается. Из свиных ребрышек. Но его также можно будет готовить и на говядине или из курицы. В бульон выкладываю картошку. Вариться она будет 2-3 минуты, потому что она у нас нарезана мелко. Затем добавляю нашинкованную капусту. Она будет вариться тоже 2-3 минуты. Кто любит хрустящую капусту, варите 1 минуту с момента закипания. Попробую на соль. Прикрою крышкой. Через 2-3 минуты выкладываем порезанный болгарский перец. У меня болгарский перец замороженный. Опять прикрою крышкой. Всё, закипело. Прошла минута. И я буду добавлять теперь нашу зажарку из лука и моркови. Добавили. И сразу же добавляем свёклу, которая уже приготовилась. Видите, сейчас какого красивого цвета у нас получается наш борщ. Добавили свёклу. Перемешали. Добавлю листик лаврового листа и зелень. У меня зелень укропа замороженную. Вы можете добавить любую свою любимую зелень, которая у вас или заморожена, или свежая. Также добавлю выдавленный через чеснокодавилку свежий чеснок. Если нет свежего чеснока, можем добавить сушёный чеснок. Тоже будет очень вкусно. Ну и можем добавить или перец горошком. Я перец горошком не добавляю, потому что иногда он попадается. Я добавляю вот такой молотый перец. Всё хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой. И оставляем настаиваться 20-30 минут. И через 20-30 минут сейчас попробуем, какой борщ у нас получился. Ну пахнет невероятно вкусно. А посмотрите, какой насыщенный у него и красивый цвет. Варила я его на свинине. Положу сейчас немножко себе кусочков свинины. Налью борща. Конечно же, куда же без сметаны. Добавлю сметаны. Вместо сметаны можно добавить йогурт. Ну или майонез наш любимый. Также добавлю обязательно ещё дополнительно перчика. Я очень люблю перец. Возьму кусочек хлеба и натру его чесноком. Это будет очень и очень вкусно. Ну и ещё, конечно же, если кому не противопоказано, можно нарезать несколько кусочков сала. Ну что, готовьте правильный борщ. Всем приятного аппетита!